«Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках, и сделай нас образцом для богобоязненных». В Коране мы можем найти слова «аатина», что в переводе значит «адари нас», «даруй нам неожиданный и наипрекраснейший дар». Этими словами мы просим Аллаха даровать нам благо. Данная дуа важна особенно для нас. Мы просим у Аллаха особенную милость для себя. И что это за милость, которую мы просим у Аллаха? Мы просим даровать нам отраду глаз не только в наших супругах и детях. В дуа говорится «зурриятина», означает «наши будущие потомки». Иначе говоря, данная дуа не только за своих детей, но и за всю родословную. «Даруй нам отраду глаз в них всех, с помощью наших супругов и детей». Мы должны понимать ценность данного дуа на фоне сегодняшнего кризиса в мире. Институт семьи стоит под угрозой. Большинство людей, даже мусульмане, не защищены от данной проблемы. И когда ты находишь чувство спокойствия, то ты будто в убежище от этой бури. Но иногда эта буря находится не снаружи дома, а внутри. И временами приходится уходить из дома, чтобы избежать ссоры и разногласия между супругами или между родителями и детьми. Отношения в семье расшатанны. Родные и братья не поддерживают связь. Родители и дети не разговаривают. Это кризис в семье. Дом стал местом злости, ненависти и печали. Люди избегают своей собственной семьи. Что может быть лучше, чем дуа для исправления этой ситуации? Аллах призывает нас делать данное прекрасное дуа, прося, чтобы дом стал для нас убежищем. Будто весь остальной мир вне дома – это буря, а дом и те, кто в нем находятся – это убежище и место спокойствия. Но у некоторых, наоборот, тревога увеличивается, когда они видят свою семью. Поэтому мы просим Аллаха, чтобы он сделал наших супругов и детей отрадой наших глаз и успокоением. В дуа говорится «сделать нас образцом богобоязненности и благочестия для наших будущих потомков». И отсюда мы понимаем, что наши взаимоотношения влияют не только на нас, но и являются примером для будущих поколений. Если вы не ведете себя благочестивы, то как должны себя вести ваши будущие потомки? И кто будет ответственным за эту негативную динамику, которую вы начали? Кто будет за это отвечать? Это очень мудрая дуа, потому что в судный день мы будем отвечать за все свое семейство. Я призываю вас искренне делать данное дуа. Я прошу Аллаха, чтобы он даровал нам отраду глаз в наших супругах и потомках, сделал нас образцом для богобоязненных и благочестивых. Пусть Аллах простит наши недостатки и примет наши дуа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok